Привет, друзья! Вы на канале Ставка Мэн. Хочу поделиться с вами своими эмоциями от увиденного. Вчера вечером, перед тем, как ложиться спать, я решил посмотреть, что там происходит интересного в футболе. Открываю лайф-линию и вижу, идет матч. Играет Торпеда против Ростова. 80-я минута, счет 0-0. Естественно, меня это удивляет. Без обид болельщики Торпеда, но команда в этом году пока себя вообще никак не показывает. Надеюсь, все поменяется. Ну и какие у меня мысли возникли? Ну, блин, по-любому Ростов должен дожать. Смотрю коэффициент. 3,65 на 80-ю минуту. Победа Ростова. Хорошо. Думаю, поставлю. Закидываю 10 тысяч на это событие. Досматриваю матч. Оставшиеся 10 минут до 90-й минуты были просто в борьбе. Без моментов. На 3-й добавленной минуте арбитр дает пенальти. Да, там оборонительный игрок Торпеда просто обнял Камличенко, завалил его. Ну, на последней секунде давать пенальти. Видимо, судья тоже в теме был и поставил на это событие. На победу Ростова. Подходит игрок к Ростову пробивать пенальти. Бабурин его тащит. Судья свистит, не говорит, будем перебивать пенальти. Ты, говорит, вышел из ворот раньше удара. Подходит Камличенко бить пенальти второй раз. Ну, правда, это было очень смешно. Разгон, удар по центру. Бабурин тащит второй пенальти. Судья-то поставил. По-любому поставил на это событие. На победу Ростова. Говорит, нет. Пенальти третий раз будет бить. Действительно, да, по повтору видно, что Бабурин и второй раз вышел из ворот раньше удара. Получил за это желтую карточку. С третьей попытки, да, Ростов реализовал свой пенальти. Три разных игрока пробивали. Все-таки с третьего раза забили. Очень противоречивый матч, на мой взгляд. Ну, с точки зрения буквоедства, да, арбитр прав. Ну, с фанатом, с фанатской стороны. Очень, очень досадно как-то. Очень жаль болельщиков торпеда, что у них отобрали эту ничью. Болельщиков, футболистов, тренеров, ну, ну, правда, ну, нельзя так делать. Да в шоке я, в шоке, просто в шоке. от увиденного. Ладно, друзья, постараюсь придумать вам прогноз на сегодняшнюю Лигу Чемпионов. Всем удачи, всем пока.